Очень приятно всегда участвовать в конференции «Белые ночи». Надеюсь, вы видите мою презентацию. Ну и перед тем, как продолжить, я небольшую такую ремарочку к выступлению Сергея Михайловича. Конечно, мы всегда должны слушать мнение пациентки, но при этом всё-таки мне кажется, что мы должны не просто идти на поводовое желание пациентки, а реализовывать те лечебные опции, которые действительно пациентке приведут к улучшению её жизни, здоровья. И если в данный момент хирург какой-то считает, что излишнее вмешательство пользы пациентке не приведёт, а даже если она на этом настаивает, не значит, что это надо обязательно делать. В конце концов, мы снижать рак желудка можем хирургическим удалением этого желудка с очень хорошим качеством жизни, а некоторые ещё и похудеют от этого, и будут нам бесконечно благодарны. Но, тем не менее, эта опция очень редко используется. Но всё-таки в последние годы значительно более популярен подход к деэскалации хирургического лечения рака молочной железы. Да, я сотрудничаю со многими компаниями, но в данном докладе не имею никакой заинтересованности. Если мы посмотрим на всю историю развития хирургии рака молочной железы, то мы увидим, что операции становятся, в общем-то, всё меньшего и меньшего объёма, а результаты выживаемости больных при этом улучшаются. Понятно, что они улучшаются не благодаря меньшей хирургии, но также понятно, что объём хирургического лечения никоим образом не ухудшит течение болезни, если мы его не будем расширять. И, ну, как обычно, мы, когда говорим о деэскалации лечения рака молочной железы, мы говорим о хирургии рака молочной железы и хирургии, касающейся лимфатических узлов. Напомню немножко те слайды, которые уже фактически демонстрировал Александр Андреевич, касающийся органно-сохранного лечения. Действительно, мы видим лучшие результаты при выполнении органно-сохранных операций. И в нескольких исследованиях, в голландском и в датском это было показано, и при этом это позволяет нам сохранять отличные эстетические результаты при достижении краёв резекции. И, соответственно, раз мы лучшие результаты, уж точно не худшие видим, то, конечно, нам надо увеличивать число органно-сохранных операций. Как мы это можем сделать, уменьшая размер опухоли в этом плане неодевантной химиотерапии нам? Также помогает, и мы видим, что благодаря этой неодевантной терапии мы увеличиваем число органно-сохранных операций. Это было показано и в исследовании КАЛКБИ-4063 у больных тройным негативным раком, и в исследовании КАЛКБИ-40601 при ХР2 позитивном раке, и в анализе, когда сравнивался тростозумаб с лопотенивом, либо его комбинацией, также мы видим, что почти в два раза увеличилось число органно-сохранных операций, ну, в данном случае уменьшилось число мастоктомий. Нео-альто тоже плюс 14% к органно-сохранным операциям. Беренис плюс 24% к органно-сохранным операциям. А дальше, если мы используем органно-сохранную, извините, нео-адевантную гормонотерапию, одним из основоположников, который являлся как раз и наш уважаемый Владимир Фёдорович, то и здесь мы видим увеличение числа органно-сохранных операций, сравнимое с таковым, которое мы видим при нео-адевантной химиотерапии. И также мы видим, что это не просто увеличивает число органно-сохранных операций, но и те больные, у которых выполнена органно-сохранная операция, они живут лучше и дольше. Это было показано и в мета-анализе, который провёл Катарат Санис, и в исследовании Ренеа Арлоу, что выживаемость больных, которым выполнена органно-сохранная операция после нео-адевантной терапии, лучше таковой, которым выполнена мастектомия. Что касается выживаемости даже при местно распространённом раке молочной железы, то и здесь мы видим, что в общем больные, которым выполнена органно-сохранная операция, общая выживаемость этих больных превосходит таковых, которым выполнена мастектомия. И кроме того, это улучшает намного качество жизни больных. И также это было показано в мета-анализе Элвина и с точки зрения восприятия своего тела, и своих жизненных перспектив, и даже, что удивительно, побочные эффекты системной терапии меньше ощущались в группе тех пациентов, которым выполнялась органно-сохранная операция. То есть эти пациентки более перспективно смотрели на свою жизнь. Но кроме того, что мы с помощью этой нео-адивантной терапии увеличиваем число органно-сохранных операций, так мы ещё ко всему прочему и добиваемся хорошего результата с точки зрения патоморфоза. Мы знаем, что при HER2 позитивном и тройном негативном раке молочной железы мы где-то у 2-3 пациентов можем достичь полного клинического, а потом полного патоморфологического ответа. И стоит вопрос, да, а надо ли их оперировать? Ну или вообще, а можно ли их не оперировать? Было несколько исследований, которые сравнивали, можем ли мы получить значимый и достоверный результат при использовании различных вариантов биопсии и таким образом оценить чёткость этого исследования. Ну и разные в этих исследованиях результаты были. В самом большом исследовании немецком, у которых использовались не только корр биопсии, но и вакуум-ассистированную биопсии, так вот у тех пациентов, которым было вакуум-ассистированную биопсии, ложно-отрицательных результатов было получено ноль. Да, остальные исследования, может быть, не такие большие, но, в общем, и в них мы видим, что можно достигать хороших результатов. И, похоже, исследование сейчас идёт в Институте Петрова, да, мы все знаем про это. Так и вопрос идёт дальше. А может быть, мы и без всякой биопсии можем обойтись, может быть, мы можем использовать какие-то неинвазивные технологии для того, чтобы определить ответ опухоли на лечение. Ну вот в китайском исследовании, извините, это корейское исследование, в корейском исследовании смотрели на прогностическую значимость МРТ в определении полного ответа. И вот обратите внимание, при ХР2-позитивном раке мы видим, что при гормонопозитивном раке и ХР2-позитивном раке в общем, достаточно высокая частота предиктивная МРТ, которая позволяет достигать понимания состояния опухоли после проведённого лечения. Вот это как раз китайское исследование, в котором сравнивалось ультразвук, МРТ или комбинация. И мы видим, что при сочетании ультразвука и МРТ специфичность достигает 75%, и положительный предиктивный фактор составляет тоже порядка 85%. Сейчас, естественно, везде пытаются использовать искусственный интеллект, и тоже интересны китайские исследования, как можно с помощью искусственного интеллекта, то есть не просто, чтобы специалист смотрел на изображение, а ультразвуковые МРТ изображения анализировать с помощью машины и насколько это возможно использовать для оценки под морфологического ответа опухоли. Вот посмотрите на эту модель. При комбинированном исследовании только в одном случае не попало эта модель в либо позитивный, либо в негативный результат. То есть с помощью грамотно проведённого анализа и без всяких биопсий можно предсказать, насколько изменения в опухоли соответствуют полному лечебному патоморфозу. Что касается хирургии лимфатических узлов, то при отсутствии поражения лимфатических узлов биомсисты ржевых лимфоузлов — это уже давно стандарт, причём это давно стало стандартом и после неодивантной терапии, в том случае, если изначально были Н0. Вопрос стоит, может ли мы уменьшить хирургию лимфоузлов, но в том случае, если клинически они были поражены до начала химиотерапии, было несколько исследований, в которых ложно-отрицательных результатов было слишком много с точки зрения многих авторов, превышало 10%. Но и в связи с этим стал вопрос, а как мы можем улучшить результаты. Не буду на всех этих картинках останавливаться, только покажу, что здесь при клипировании лимфатических узлов и так называемой двойной разметки этих лимфатических узлов, то есть поиски того лимфоузла, который был мечен до начала химиотерапии с помощью, скажем, радиоактивной метки, и также поиск сторожевого лимфатического. А в том случае, если мы находим оба этих лимфоузла, или если это один и тот же, если этих лимфатических узлов было удалено несколько, то число ложно-отрицательных результатов становится всего 2%. То есть, в общем, вполне метод, который может быть использован. И мы в своей рутинной практике уже в течение нескольких лет клипируем лимфатические узлы перед неоадивантной терапией и выполняем биопсию сторожевых лимфоузлов, если пациенты становятся YCN0 после проведённого лечения. Таким образом, если мы будем искать границы до эскалации, то мне кажется, что до сегодняшнего дня хирург-мамолог — это далеко не только такой ремесленник. Это человек, который должен очень активно участвовать в планировании лечения. Если планируется неоадивантная терапия, должен понимать, кому, когда и какие метки, и куда устанавливать в опухоль, в лимфоузлы, или туда и туда, что он обязан рекомендовать органсохранные операции, в том случае, если это возможно, мы сейчас совершенно чётко понимаем, что это, скорее всего, улучшит не только качество жизни, но и продолжительность жизни пациента. Что хирург-мамолог обязан предлагать выполнение биопсии сторожевых лимфатических узлов всегда, когда это возможно. Даже если пациенту выполнялась неоадивантная химиотерапия. На сегодняшний день хирург-мамолог, который этого не делает, это человек, который калечит пациентов и, как мне кажется, уже совершенно не имеет права на современном уровне работать. Ну и я думаю, что очень скоро хирург-мамолог будет отговаривать пациентов от хирургического вмешательства в определённых клинических ситуациях, когда мы будем видеть, что выполнение этой операции ни в коем случае не улучшит прогноз течения болезни у пациентки. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.